Частный бизнес может вздохнуть с облегчением. В Казахстане введен новый формат проведения проверок. Он позволит почти на треть сократить требования к предпринимателям. Напомню, мораторий на проверки завершился с наступлением нового года. Кто и когда теперь имеет право нагрянуть с контролем, выяснял наш корреспондент Иван Тулинов. В целом идут игровые приставки. Это у нас общий зал. Казалось бы, что может быть проще – открыть игровой клуб и брать почасовую оплату с любителей компьютерных игр. Здесь нет производства, а травмы и несчастные случаи практически исключены. Но по старой схеме проверок, действующей в 2013 году, ведение даже такого бизнеса доставляло немало забот. Мы в свое время платим налоги. Это самое важное. У нас было помещение в торговом центре. Там уже пожарная система работает. С СЭС у нас кухни нет. Но они приходили и искали, находили причины, чтобы нас страховать. До 2013-го малый и средний бизнес контролировали более 100 различных структур. И под проверки попадали все без исключения предприниматели. В прошлом году с введением моратория на запрет проверок работать стало действительно легче. Мы повели хороший бизнес. Почему? Потому что у нас не было таких проблем, что мы могли сталкиваться с проверками. Каждый раз мы отвлекались с госорганами. Сталкивались. В прошлый год мы занялись развитием своего бизнеса. То есть прошлый год был для нас плавотворным. Но с 1 января этого года мораторий завершен. И предприниматели вновь заволновались, когда нагрянут с проверками. В Национальной палате предпринимателей заявляют, ожидать проверяющих стоит не раньше июля этого года. Так как контроль будет проходить по новой схеме, госорганам необходимо временное изменение документации. Виды предпринимательской деятельности поделены на четыре категории. Первые две относятся к типу сложного и опасного производства. К примеру, работа, связанная с ядерной и атомной энергией, химическая промышленность и так далее. Эта сфера контролируется на периодической основе. Ко всем остальным госорганы будут наведываться только в тех случаях, если в отношении предпринимателей поступает большое количество жалоб. У нас только по линии санэпиднадзора, в рамках комитета по защите прав потребителей, 60% те, которые раньше сидели в планах проверок, больше не сидят и не подпадают под особый контроль. Маленькие магазины, кафе, ресторанчики не попадают. Поводов ввести систему проверки, построенную на оценке управления рисками, было несколько, в том числе и чтобы стимулировать развитие предпринимательства. В Казахстане, по данным Нацпалаты предпринимателей, доля среднего и малого бизнеса в структуре ВВП страны уже несколько лет остается на одном уровне и не превышает 18%. В большинстве развитых стран этот показатель достигает 50%. Иван Тулинов, Боржан Сыздыков, Бахтияр Рзаев, Астана.